Большую социально значимую работу в республике проводят и общественные организации. Так, Международное объединение содействия развитию абазина-абхазского этноса Алашара ведет активную работу по реализации социально значимых проектов, направленных на сохранение и развитие абазина-абхазского этноса. Как привлечь молодежь к изучению языка? Как развивать село и сделать его привлекательным? На эти и другие вопросы ответил известный в России меценат, президент Международного объединения Алашара Мусаик Зеков. Добрый день, Мусах Абалевич. Я знаю, что вы цените время, и поэтому благодарю вас за то, что нашли его для нашей встречи. Спасибо вам за то, что пригласили, заинтересовались нашей деятельностью. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Организация Алашара, руководителем которой вы являетесь, достаточно за короткий период времени очень серьезно заявила о себе. Одним из приоритетных направлений является сохранение языка. По прогнозам ЮНЕСКО, абазинский язык может исчезнуть в ближайшие сто лет. Какая работа ведется сегодня в данном направлении, и как вы видите сохранение абазинского языка? Какие меры вы предпринимаете для этого? Вопрос – это очень важный вопрос номер один для любого этноса. Как известно, сохранение языка как сохранение этноса. И, конечно, первойшим образом мы начали работать на эту тему. Как вам известно, много лет мы проводили абазы «Песни года». Условиями этого конкурса являлись написание новых стихов, новых композиций. Благодаря возможностям жители сел начали писать очень много стихов, очень много композиций. Ежегодно писали порядка 300 новых композиций. И лучшие из них экспертная группа отбирала. Порядка 25 новых песен ежегодно форматировались в DVD, в CD с мелодиями, с нотами. И это был такой первый шаг, я бы сказал, изучения языка через красивые мелодии, через красивые стихи, через песни, которые хочется слушать и хочется петь самим. Это такой вот хороший метод, который связь рекомендовал и давал и дает ощутимые результаты. Сейчас мы взяли маленькую паузу по этому направлению. Ее собираемся несколько переформатировать. Этот проект будет тоже продолжаться. Очень серьезный такой вот подход мы запустили в прошлом году по сохранению и развитию языка, собрав всех ученых, абхазских, абазинских ученых и других ученых. И за границей тоже приезжают, участвуют в этом наши сограждане. Мы создали координационный совет, создали рабочие группы по направлениям, сохранение и развитие языка, работа с архивными материалами и полевыми работами. Есть очень серьезная программа, сделан бюджет. И вот на ближайшие три года бюджет сформирован. Программа рассчитана на первый этап, я бы сказал, на 10 лет. Я думаю, что эта работа будет давать очень серьезные результаты. Кроме этого, здесь в Черкесске тоже открыли кружки по изучению языка. Мы переводим мультфильмы на родной язык, потом делаем аудиогниги на родной язык, переводим. Очень много мероприятий. И сейчас мы собираемся, пишем программу по проведению множества всевозможных различных конкурсов на знание истории, на знание языка, на лучшего чтеца и так далее. Такие мероприятия, их множество, их можно еще перечислять. Это все вместе, через системный подход, через хорошую команду, через каждодневную отлаженную работу, показывает неплохой результат. Но мы каждый день учимся делать свою работу лучше. Полагаю, что с каждым разом, с каждым днем будет лучше и лучше проводиться это мероприятие. Это вопрос очень острый. И я убежден, что те модели, которые мы сегодня создаем и воплощаем, эти модели, они открыты. Мы открыты для всех остальных народов братских, нашей республики, нашей страны. Мы с удовольствием будем делиться нашими успехами. У вас своеобразный подход к реализации проектов. Я поясню, почему я так говорю. В Грушкинском сельском поселении буквально недавно открыли новый дворец культуры. Насколько мне известно, строили его сами жители Грушкинского сельского поселения. Строительные материалы были предоставлены вами. По такой же схеме ведется строительство парка культуры в ауле Красный Восток. Скажите, это экономия средств или это определенная политика, которая должна дать определенные результаты? Насчет экономии средств мы не думали. У нас очень серьезный вопрос. Это через те же программы приведение нашего быта, нашей среды, где мы обитаем, в комфортное пространство. Через преображение вот этих вот шагов, через преображение в комфортное пространство, люди, которые участвуют в этом процессе и вкладывают свою долю через собственный труд физический, и который, в свою очередь, объединяет жителей села в созидательном таком процессе, у них меняется мышление. Они начинают видеть, что работая вместе, потея вместе, и получая результат, они понимают, что быть вместе — это здорово. Работая вместе, они могут созидать. И, естественно, с каждым полученным результатом они вдохновляются. Они к ним присоединяются еще более. Вот к тем работающим ребятам, уже готовым сегодня присоединятся следующие и следующие. Даже жители городов приезжают на выходные уже не отдыхать, да, вот всего, а что-то свое тоже, свою какую-то лепту уносить. Поэтому это, конечно, не экономия средств, это такой своеобразный метод по вложению, собственно, тех возможностей, которые есть у жителей сел. И таким образом люди, когда свое что-то вкладывают, они совсем по-другому ценят то, что создается. И они то, что сами создают и какой-то свой вклад делают, они будут сохранять то, что создаётся. И там дети видят, что делают. Я маленький пример могу привести. Когда вот в Селегрушка делали Дом культуры, у нас вот такая интересная история была. Мы информационно тоже стараемся сопровождать о тех людях, которые участвуют в таких полезных, и очень важных, и очень нужных проектах. Очередную информацию, которую мы напечатали, мы показали фамилии тех, кто участвует в этом мероприятии. Но один ребёнок не нашёл, девочка не нашла в этом списке своего папу. Вернувшись домой, она очень сильно расстроенная сказала, что как же так, папа, вот тут все отцы там участвовали и работали, вот о них нам написали, мне стыдно за тебя, как же так получается. И на следующее утро этот родитель пришёл к главе района и очень-очень попросил, когда до конца, пока мы не построим этот дворец, я хочу участвовать каждый день, хочу работать. И вот таким образом, очень полезные такие вот шаги, они очень здорово раскрывают вообще отношение к тому, что происходит вокруг. Из названия вашей организации можно понять, что она направлена на развитие абазино-абхазского этноса. Но вот как происходит взаимодействие, и происходит ли вообще взаимодействие с другими национальными организациями? Вы имеете в виду с живущими в России? В России, в Крачево-Черкесии. Безусловно. Например, когда мы проводим Дни культуры абаза, черкесские, мы привлекаем к нашему творчеству и наших братьев с других народов. Недавно мы проводили так называемые клычевские чтения научные, где очень активно участвуют, в том числе и учителя школ. Мы эту площадку сделали для всех народов, которые живут в Крачево-Черкесии. Они в этом году активно участвовали. Они выражали очень большую благодарность. И мы, естественным образом, уже перешли на то, что эта площадка, она не чисто, естественно, абазинская, абхазская. Она всенародная. Межнациональная. Межнациональная, да. Одним большим пунктом в задачах нашей организации – это содействие к культурным ингредиционным процессам между народами живущих на этом этапе в Крачево-Черкесии. Когда мы здесь очень здорово интегрируемся, мы еще расширим наши границы совместно уже и за пределами Крачево-Черкесии. Буквально недавно вы встречались с главой Крачево-Черкесии, Рашидом Борисовичем Тимрезовым. Хотелось бы, чтобы вы рассказали, о чем шла речь на встрече. Я хочу еще раз отметить, что время, которое мы находим для обсуждения насущных вопросов всех жителей республики, оно проходит всегда эффективно очень. Потому что от раза к разу мы планируем и реализовываем определенные проекты. На данном этапе мы говорили, во-первых, о строительстве спортивного комплекса в Красном Востоке, который мы планируем начать в этом году. И, скорее всего, мы реализуем до конца этого года. Полная поддержка, и финансовая, и организационная. И я не сомневался, всегда поддержку находим в таких очень серьезных, интересных вопросах. Мы говорили о развитии детства и юношества. Мы говорили об опытах, которые мы сегодня начинаем реализовывать, о развитии темы сельского доктора. Мы говорили о том, какие проекты мы совместно и далее будем реализовывать. Красный Восток мы сегодня выделяем как пилотный проект. Мы хотим, несмотря на то, что по всем другим селам мы работаем по специальным проектам Малашары, но отдельно еще выделен пилотный проект Красный Восток, о котором мы хотим показать, как можно очень эффективно возродить российское село, где будут рабочие места, где будет совершенно уникальная культурная среда. Мы сделаем модным жизнь в селе настолько, чтобы люди обратно возвращались жить в родные истоки. Я бы сказал, там есть как раз настоящая жизненная энергия, где есть чистая экология, где есть пространство, и лучше всего можно сохранять традиции, обычаи, без которых нам никуда. И вот как раз мы обсуждали этот пилотный проект. И вот через месяц начнется работа по проектированию туристического кластера Красного Востока. И тоже до конца года мы этот проект тоже подготовим. Но реализация, я думаю, что займет 2-3 года. Тоже будем включать в реестр Ростуризма. Это очень серьезный проект. И самое главное, что мы стараемся сделать модели возрождения сел, модели возрождения этносов. И я думаю, что вот такие серьезные, глубокие, глубокое видение и главы республики, в обсуждениях, естественно, он раскрывает еще дополнительно новые возможности для сотрудничества, для взаимодействия. И мы определили, что такими шагами мы действительно в ближайшие годы добьемся очень серьезных результатов. Я еще раз благодарю вас, Муса Хабарович, за то, что вы нашли время и пришли принять участие в нашей программе. Я уверен, что успех будет сопутствовать вашему доброму делу. Спасибо огромное. До встречи. До встречи.